Живых творений, оно на самом деле намного-намного больше и приходит извне, извне, извне тоже, извне нашей планеты тоже. Энергия, солнечный свет, тепло и все эти вселенские энергии к нам приходят. Без dünyада ещели insanlar, полумбиликетimizi dünyanın dışında arıyoruz. Evet, dünyanın dışından yeteri kadar maden getiremedik. Ama dünyanın dışından bize güneşin ışınları geliyor. Айдан yansıyan ışınlar geliyor. Dünyanın dışından bize yıldızların ışığını geliyor. Biz gece ayın ve yıldızların bolluk bereketiyle biraz aydınlanıyoruz. Каранlık yollar biraz aydınlanıyor. Güneş olmasaydı dünya kapkara anlık olurdu. Güneşin bize ne kadar bolluk bereket getirdiğini şimdi biraz daha anlıyoruz. Hem kapkara dünyamızı aydınlatıyor, hem de domatesimizi, buğdayımızı yetiştiriyor. Hem hayvanların, hem insanların, hem bütün dünyanın canlanmasına güneş vesile oluyor. Ama biz sadece kendimizi dünya bereketiyle sınırlı zannediyorduk. Peki, sadece bu kadar mı? Güneşin de bir desteğe ihtiyacı yok mu? Dünyadaki insanlar nasıl ki bakın, yıldızlardan ve güneşten ve başka göç sinirlerinden yardım istiyorlarsa. E peki, güneş de şöyle düşünüyor olamaz mı? Ya benim de bolluk bereketimi, benim de gücümü, kuvvetimi, enerjimi veren biri var mı? Bu uzay boşluğunun dışı var mı? Evet, uzay boşluğunun dışı beşinci boyuttur. Güneşin de, ayın da, yıldızların da bolluk bereketinin rızkını beşinci boyuttan ruhlar aleminden yüce Allah gönderiyor. Yüce Allah göndermeseydi bugün ne güneş olurdu ne yıldızlar ne hiçbiri. Bakınız, bizim bolluk bereketimiz dünyamızla hiç sınırlı değil, bizim bolluk bereketimiz güneşle, ayla, yıldızlarla ve uzayın bitip de beşinci boyutunun başladığı alemle iç içe ve asıl kaynağın da buradan alıyor. Dolayısıyla hiç kimse kendini dünya yalnızlığıyla, kıtlık bilincinde görmesin. Evet, çok güzel, çok muhteşem bir şey söylediniz. Gerçekten böyle. Daha bunu meditasyonu yapacağız. Daha bunu meditasyonu yapacağız. Anlattıkları meditasyon hale getireceğiz. Buruma ve ... ... существ на этой планете, оно поддерживается не только изобилием изнутри вот этой планеты, оно поддерживается изобилием энергии Вселенной, энергии Солнца, бесконечной энергии Солнца, бесконечной энергии Луны. И даже вот этот Божественный Свет, который Солнце нам даёт, через Солнце нам приходит, оно не просто как Свет, оно взращивает на этой планете всё, что мы потребляем. То есть даже помидоры, даже фрукты, всё это на самом деле, всё это изобилие приходит к нам извне, от Солнца, Луны, от этих энергий Вселенских. И как вы думаете, о Солнце нуждается ли в поддержке? Солнце нуждается ли? Оно, как вы думаете, оно так же говорит, мне тоже нужно восстанавливать энергию, мне тоже нужна энергия. Как вы думаете, откуда же берёт Солнце? И вот эта ночью мы испытываем вот это изобилие от других звёзд, от света других звёзд, а днём мы испытываем это изобилие, получаем от солнечных лучей. Как вы думаете, Солнце так же думает, оно имеет потребность от восполнения энергии откуда-то. Конечно же, вот Солнце так же восполняет энергию. Всё это Вселенское пространство, весь этот космос, всё это Вселенское пространство, оно так же наполняется энергией. Оно так же наполняется энергией. Откуда оно наполняется? За пределами этой материально-вселенского пространства существует Пятое измерение — Божественный план. И Бог, Аллах Субханава Тааля, спускает энергии Свои с Пятого измерения в это вселенское пространство, в этим планетам, этим звёздам, которые нам светят и которые направляют свою энергию нам. И на самом деле, Ирифик Бей говорит, «Ни в коем случае не поддавайтесь такому ограниченному сознанию, что ресурсы на Земле заканчиваются, и все ресурсы только на Земле, и мы ограничены только этой планетой». Вся Вселенная даёт нам ресурсы, отправляет свои энергии звёзд, отправляет солнечные лучи, которые дают жизнь на этой планете и дают нескончаемый объём вселенской энергии на нашу Землю. людям, всем живым творением. И, конечно же, всё это наполняет энергией Творца, энергией Аллах полностью этим способствует, полностью он источник всей этой божественной энергии.